Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем подкасте мы продолжаем разговаривать с вами про шаги и ступени в обучении Android разработки. И вот вы уже знаете основы базы данных и можете создать абсолютно любое мобильное приложение. Но тут возникает вопрос и такой период в становлении вас как Android разработчика, это освоение таких навыков, которые выведет ваши знания на новый уровень. Вы уже можете называться Android разработчиком, потому что вы многие вещи уже умеете делать, и в том числе вы можете реально самостоятельно создать любое мобильное приложение. Но тут возникает вопрос в качестве вашего кода и в правильном построении файлов вашего мобильного приложения. Таким образом, чтобы любой программист, а именно Android разработчик, который откроет ваш код, он мог разобраться где что лежит. Это сделано для того, чтобы ваше мобильное приложение было легко поддерживаемое, и чтобы человек, который будет работать с вашим кодом, понимал, что вы качественный программист, сделали все качественно. А именно мы поговорим сегодня про архитектуру и про все технологии, которые с ней связаны. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях, и обладать современными скиллами, и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Итак, вы уже владеете базами данных, уже можете многие вещи делать, у вас уже есть некая такая самоуверенность к тому, что вы многие вещи можете сделать, самостоятельно написать мобильное приложение. Но тут выходит на первый план теперь, как увеличить качество своего кода. Теперь вам нужно научиться строить свое мобильное приложение. По поводу архитектуры есть много споров, нет идеального подхода. Есть несколько, каждый из тех, кто спорит по поводу архитектуры, вот это построение чистого кода, справ по-своему. Поэтому это такие вещи, которым можно учиться всю жизнь и нельзя научиться сразу. То есть, нет фактически, скажем так, точного подхода, как это делать. Но есть общепризнанные, скажем так, требования, общепризнанные стандарты. Но все равно, вот, архитектура, это такая вещь сугубо творческая. И тут нужно подходить индивидуально. Но я постараюсь вам рассказать. Итак, главный паттерн архитектурного построения мобильного приложения под Android, это MVVM. То есть, как мы строим мобильное приложение. Мобильное приложение делится на слои. Мы обычно выделяем три слоя. Data, Domain, Presentations. Что такое слой Data? Data это слой работы с данными, именно с базой данных. То есть, там мы обрабатываем данные. Слой Domain это слой поставщик данных со слоя Data в слое Presentations. А слой Presentations, в свою очередь, это наши View. То есть, это наши Activity, фрагменты, ViewModels и все-все вот это. То есть, то, что видит пользователь на экране, это типичный фронт-энд во всей своей красе. И, как вы можете понять по названию, MVVM, часть этого MVVM является ViewModels. То есть, ViewModels, которым я обучаю еще немножко раньше, чем этот этап, то ViewModels является частью архитектурного паттерна MVVM. В построении MVVM мы используем такие технологии, как арутины для многопоточности. Они идеально входят в этот архитектурный паттерн и идеально работают с ViewModels. Мы используем обязательно работу с базами данных. То есть, мы получаем данные из MySQL, мигрируем в базу данных Room и все это обрабатываем. То есть, мы уже здесь используем базы данных также. И мы делаем обязательно инъекцию зависимости. Я об этом расскажу чуть позже. Итак, вот мы создали с вами три папочки. Data, Domain, Presentation. Что дальше? Переходим к папочке Data. Что мы делаем? В папочке Data мы создаем с вами папочку. Допустим, типичная ситуация. Нам нужно... У нас мобильное приложение для интернет-магазина. Нам нужно при загрузке мобильного приложения подключиться к интернету. Взять данные с базы данных на сервере. Там об остатках товаров, об категориях товаров, о самих товарах. Взять эти данные с сервера, перезаписать эти данные в базу данных на устройстве. То есть, работая через библиотеку Room. И выдать уже пользователю данные из базы данных на устройстве. И для ускорения работы при работе с приложением мы можем уже работать с базой данных локальной. Она с ней работает быстрее и намного проще. А если в следующий раз при загрузке мобильного приложения у пользователя не будет интернета, то он получит последние актуальные данные на тот момент, когда был интернет, при последнем заходе, когда выгружались данные. То есть, не получится такой картины, что пользователь зайдет, у него мобильное приложение не будет работать, потому что нет связи. Нет, такого не будет. И как же мы это реализуем? Мы в слое Data создаем папочку API, где создаем специальный класс API клиент, IP интерфейс, API интерфейс, два файла создаем, для того, чтобы получать данные из сети, а именно с базы данных MySQL. Также мы в этой папочке Data создаем папочку DB, в которой мы размещаем файлы нашей локальной базы данных. А именно, мы создаем сам класс локальной базы данных, мы создаем интерфейс DAO, в котором будут все необходимые методы по работе с этой локальной базой данных. Следующая папочка у нас будет модельки, то есть все таблицы базы данных. Таблицы классы, скажем так, это модели, то есть это как бы классы с полями, которые есть в таблице базы данных. Мы создаем такие таблицы базы данных для базы данных на сервере, то есть в мобильном приложении мы создаем классы моделей с полями базы данных, аналогичные тем полям, которые есть на сервере в соответствующих таблицах базы данных, с которых мы получаем данные. Также мы создаем специальные классы моделей и для локальной базы данных, куда будем перезаписывать все эти данные. Далее мы создаем две папочки DataSearch и DataSearch.mpl. В одной будет у нас классы, в другой будут интерфейсы, которые будут запускать методы из этих классов. Внутри этих классов мы должны в качестве конструктора передать, ну в зависимости от того, какой это класс, ну то есть мы должны с вами сюда передать, скажем так, интерфейсы. Если мы рассматриваем с вами класс, который работает с API, то это интерфейс из папки API, который именно содержит в себе методы получения сервера. Если мы рассматриваем класс для работы с локальной базой данных, здесь в репозитории, то мы здесь сюда в качестве конструктора в качестве конструктора инициализируем именно наш интерфейс, который работает с базой данных Room, то есть базой данных через библиотеку Room, то есть на устройстве. И что должно происходить здесь? Здесь мы должны описать процесс получения данных с сервера и перезапись, то есть миграция этих данных на локальную базу данных через библиотеку Room. Но еще сами эти методы не должны запускаться. Далее мы создаем отдельный файл репозиторий, в котором мы должны обращаться к этим классам и запускать процессы миграции данных. После этого, этот метод, который будет запускать, все эти методы, которые есть в репозитории, то есть там будут и методы запуска, и получения уже с локальной базы данных, мы должны доставить все эти методы в слой Presentations, но мы должны доставить их через слой Domain. Поэтому в Domain мы создаем две папочки, обычно это папочка Repository и UseCase. В репозитории мы с вами должны совести интерфейсы, которые будут запускать все методы, которые есть в репозитории в слой Domain. А затем эти все методы, все эти интерфейсы мы должны инициализировать во второй папочке UseCase нашего слоя Domain. И после этого мы это все дело передаем в Presentations, но не просто мы передаем в Presentations, мы это передаем в соответствующие ViewModels, которые должны будут обработать нашу всю бизнес-логику, получить конкретные данные или что-то сделать конкретное, и только после этого мы можем эти классы ViewModels передавать наши в Activity или фрагменты. То есть такая цепочка построения. Но дело в том, что если мы просто передадим, инициализируем ViewModels у себя в Activity и фрагментах, то мы получим выброс, так скажем, краш мобильного приложения, потому что у нас все работает по цепочке. Смотрите, во ViewModels мы в качестве конструктора передаем класс UseCase из слоя Domain. В UseCase мы использовали в качестве конструктора интерфейс из папки, также в этом слое Domain, из папки Repository. В Repository содержится интерфейс, который запускает методы из слоя Domain Repository. Там идет по цепочке, все идет из папок DataSearch, а в DataSearch уже идет из папки DB, то есть из локальной базы данных. И раз мы имеем такую цепочку, цепочку передачи методов, то мы каждый этот класс и интерфейс, мы должны все это проинициализировать в нашем Activity. Это очень много кода. И именно для того, чтобы не выстраивать такие цепочки, была придумана инъекция зависимости. Использую две основные библиотеки, Coin и Dagger. Dagger это больная слот, более сложная технология к пониманию, но также она обязательно к изучению. На 90% обычно в мобильных приложениях хватит коина. Все, что вы будете делать в плане разработки мобильных приложений, вам хватит с головой коин. Как построена инъекция зависимости на коин? Вы подключаете ее в Android Manifest, вы подключаете это все в специальном классе App, точнее не так, вы подключаете инъекцию зависимости коин в специальном классе App создаете, App подключаете в манифесте, и в самом создаете специальный класс, обычно это модуль, как называется, называется модуль, да, и в этом модуле вы создаете объект, в котором прописываете всю цепочку унициализации, и потом название от этого модели, перемены передаете в класс App. Это всему я обучаю на курсе. И после этого вам достаточно передать лишь один ViewModel, и не нужно цепочку эту тянуть. То есть мы будем использовать, также здесь нужно использовать инъекции зависимости. И так как мы используем ViewModel, то есть прекрасные возможности для получения этих данных с помощью корутин. То есть не делать все это в одном потоке, потому что мобильное приложение будет тормозить, и может вообще замереть. И пользователь будет непонятно вертеть телефон, и непонятно ждать чего. Мы это можем делать в параллельных потоках. Корутины, кстати, позволяют это сделать. Собственно, для этого они предназначены. И делаем, конечно же, инъекцию зависимости. Все строим по паттерну MVVM, используем для получения данных сервера в библиотеку Retrofit, и работаем с локальной базой данных через библиотеку Room. Вот такое построение проекта считается правильным подходом по всем правилам чистого кода, правильной архитектуры, и основным архитектурным паттерном при разработке Android приложения является паттерн MVVM. Всегда берите его себе на вооружение, изучайте плодотворно. Никогда нет границ совершенства. Вы его изучите не за один раз, и возможно будете его изучать, совершенствовать его годами, 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 и вырабатывать свой стиль построения архитектуры ваших мобильных приложений. Это довольно сложная тема к пониманию, поэтому я на своем курсе уделяю этому особо больше времени, и не зря, потому что это важная тема. И обычно у меня ученики, не обычно, а это программа, посмотрите на эту программу, если вы посмотрите на программу обучения, то увидите, что архитектуру мы изучаем на последнем, на третий месяц, когда уже человек полностью готов к этому. В общем, так вот обстоят дела, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok